Девочка-пай Девочка-пай Афарен, спасибо Можешь идти Я изнываю от непреодолимой тяги к походу Нет, меня разъедает страсть к походу А может, я изнемогаю от желания отправиться в путь? Возьмемер, седлай моего коня! Девочка-пай Возьмемер, седлай моего коня! 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 где семья имеет возможность показать себя во всей красе. Это явление, где околоток может продемонстрировать свою сплоченность. А по количеству гостей здесь можно воочию увидеть, каким почетом и уважением пользуются фамилия и род у соплеменников. Это собрание, где при желании можно научиться искусству пребывания среди людей. Это случай, где молодые люди могут вынести на суд общественности свою воспитанность, обходительность, да и сами имеют возможность приглянуться друг к другу. И, наконец, это семейный обряд, на котором вдохновляют, наставляют жениха и величают невесту. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К свадьбе семья начинала готовиться задолго. Закладывали махсыму на сотовом мёде, специально откармливали жирных нетелей и курдючных барашков. При этом, невзирая на степень подготовленности и зажиточности, соседи оказывали посильную помощь. Привозили сушёное мясо, готовили копчёные сыры, национальные сладости, приносили кур. Всё это укладывалось в традиционное представление о добрососедстве и взаимопомощи. В день свадьбы вся родня и весь околоток собирались ранним утром, и каждый стремился внести посильную лепту в процесс готовки свадебного торжества. Всё это было насыщено высоким эмоциональным подъёмом. Это был по Фазилю Искандеру праздник ожидания праздника. Фазилю Искандеру Сёстры свёкра и свекрови наряжали к этому дню специальные стяги, с которыми они приезжали на свадьбу. Украшения этого стяга впоследствии раздавались на обряде представления невесты свекрови. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. Князья и дворяне имели обыкновение перемещаться по-особому, пышно и с пумпой. На всякого рода общественное собрание они выезжали в сопровождении дворян-дружинников. Впереди обязательно шествовал стягоносец со стягом, на котором была вышита тамга князя-дворянина. Впоследствии стяг устанавливали на файтон, по тамге издалека узнавали о главе процессии. Прослыть гостеприимным и хлебосольным – это было важно для адыгов во все времена. Наряду с этим выступить в роли кунака по отношению к знатному и уважаемому всеми гостю – это было почетно. Визиты подобных гостей становились достоянием семейных преданий. «У нашего деда гостил такой-то, к нашему отцу спешился такой-то». Так с гордостью передавались сообщения об этих случаях от поколения к поколению. У адыгов была традиционная книга почетных гостей. Тамги таких гостей выжигались на особой балке. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Безусловно, все они должны были глубоко разбираться в обычаях и традициях, быть красноречивыми и обладать врожденным даром артистизма. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок До тех пор, пока хоть одно яйцо останется целым, процессия не имеет права двигаться дальше. Обряд так и называется джедачаева – расстреливание яиц. Дима Торзок 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 Имел место в этих случаях и обряд фазеха – подкидывание и ловля овечьей шкуры на полном скаку. Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Испытания гостей не заканчивались на окраине села. Как только участники свадебной процессии заходили во двор, их снова начинали преследовать, заставляли таскать каменную молотилку, запрягали в арбу, заставляли есть все неспелое и кислое. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ После двух-трех благопожеланий приступали к исламскому бракосочетанию, для чего заранее приглашался Эфенди. Получив от хозяев разрешение на вывод невесты, гости направлялись к ее покоям. При известии о том, что гости приближаются, подружки невесты усаживали ее в дальний угол комнаты и обступали ее. Здесь разыгрывался мини-спектакль. Я что-то не пойму. При мне же тебе ваши старшие поручили отвезти нас в покой невесты. А ты куда нас привел? Я это и сделал. Нет-нет, она непременно должна находиться здесь, я в этом уверен. Но я ее не вижу. Может, ты перепутал и отвел нас в другое место? Девушки, а почему вы стеной встали и кого вы там прячете? Кого не прячем. Я настаиваю на том, что вы кого-то прячете. Да, действительно, вот что мы прячем. Какое чудо! Это очень близко к той, кого мы ищем. Род, который нас сюда прислал, пребывает в активном поиске невестки, которая приумножит фамилию, оказавшись плодовитой, как квочка. Девушки, пожалуйста, не испытывайте наше долготерпение. Покажите, наконец, ту, которую вы прячете. А может, ей не люб наш визит, и она сама прячется от нас? Нет-нет, простите и нас, и ее великодушно. Вот кого мы прячем. Я не верю своим глазам. Что я вижу? Наш жених ввел всех в заблуждение. Он же уверял нас, что мы едем забирать воспитаннейшую девушку из достойной фамилии. Вы только посмотрите, она даже не встает при виде гостей. Горе нам. Уедем, пока не поздно. Что вы! Эта девушка воспитана в лучших традициях. Но какое несчастье! Ей вчера вол наступил на ногу. Какие предусмотрительные наши старшие! Они как в воду глядели, когда наставляли меня. Смотри, возможно, накануне ей вол наступил на ногу. Возьми с собой двух молодцов, и они помогут ей встать. Проходите, ребята, помогите ей встать. Нет-нет, даже не пытайтесь. Девушки милые, мы ее бережно поднимем. Вот вам плата за возможность взять ее под руки. Мало. Это очень мало. Это мало. Ладно. Не буду с вами торговаться, хотя мне велено привезти обратно содержимое левого кармана. Можем мы теперь забрать ее? Да, она ваша. Забирайте. После вывода невесты во двор, хозяева выносили ее стяг и передавали в стороне жениха. Он был красного цвета, что символизировало невинность, и на нем красовалась ее родовая томга. Музыка. 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 Как только все усаживались в Фаэтон, молодые люди, со стороны жениха и невесты кидались к лошадям. Сторона жениха норовила развернуть фаэтон вправо, сторона нересты влево. Была примета, чья сторона развернет лошадей в нужную ей сторону, та и будет верховодить в будущей семейной жизни. Обряд так и назывался – фитон-рочарахо – кручение фаэтона. Продолжение следует... При приближении к околице жениха навстречу процессии выбегали местные дети, прихватив с собой длинный аркан. Им они перегораживали дорогу и требовали выкуп в виде сладостей. Субтитры создавал DimaTorzok Пожалуйста, мы устали, дайте нам доехать. Тамадаа угощает их сотовым медом и дети опускают аркан на землю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У ворот жениха процессию встречали несколько мужчин со специальным угощением для участников свадебного кортежа – пехаджа. Угощение состояло из сушеной бараньей ляшки, кувшина махсыны и сладостей. Перед тем, как принять эти дары, Тамадай спрашивал у встречающих разрешение на следующий обряд – разрезание свадебного стяга невесты. Отрезая полоскуту по всему периметру стяга, Тамада раздает их всем присутствующим память об этой свадьбе. Срединную часть с Тамгой Тамада оставляет семье. Это имело глубокий смысл. Жизнь есть жизнь. В семье случаются и недомолвки, и ссоры. В этих случаях традиция предписывала мужу и жене не выяснять отношения, а сесть молча напротив друг друга и положить между собой оставшийся со свадьбы лоскут стяга с Тамгой. Как предполагали наши предки, в это время супруги непременно должны были вспомнить многочисленных гостей свадьбы, еще раз проникнуться содержанием традиционных благопожеланий в их адрес и в угоду возлагавшихся на них надежд отринуть личные обиды и притязания. Стоило только прозвучать первым запевом обрядовой песни привода невесты, у Нейшиурад со двора с причитаниями выбегала бабушка жениха. Один обряд перемежался другим обрядом «Нуазж-шот-вэш» – убегание бабушки со двора. Горе мне, причитала она, не успела невестка переступить наш порог, а она уже прислала ко мне гонца с угрозой, чтобы моего духа здесь не было. «Люди добрые, заступитесь за меня! Все добро, что нажила, у меня отняли. Я теперь не имею права вскрывать катки с сыром и медом. У меня забрали ключи от кухни. Меня не подпускают к очагу. Обноски на мне – вот моя одежда. Не думала я, что на старости лет стану изгоем в своей семье. Куда же мне теперь податься? Моя невестка сама теперь стала свекровью. Разве я ей теперь нужна? В след за бабушкой устремлялись внучки и внуки. Они уговаривали не оставлять их, не бросать семью. Просили не позорить домочадцев, обещая ей всякие блага. Ее уверяли, что она и впредь будет пользоваться почетом и уважением. При этом ее одаривали платками, отрезами на платье. Бабушка делано жеманничала и после долгих уговоров соглашалась вернуться в дом. КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Путь к дому старших освобождался, и процессия снова с песнопением направлялась к старшим женщинам. Путь к дому старшим женщинам Путь к дому старшим женщинам Одна из них выходила на крыльцо и устраивала «Эпхх» Осыпание невесты пшеном, орехами, сладостями и мелочью. Все это символизировало изобилие, достаток и многодетность. И взрослые, и дети с азартом подбирали все это с земли. Представ перед женщинами, распорядитель приступал к обряду «Хатех» – снятие покрывала с невестой. Для этого он просил самую уравновешенную и многодетную женщину слепить хлебный шарик и насадить его на острие копья. Им он и приподнимал покрывало. При этом распорядитель шутил и делал вид, что пугается, уверяя присутствующих, что под покрывалом прячется матерая волчица. После снятия покрывала к невесте обращались с приветственным словом. «Красивую делают красивой ее брови, чьи брови в разлет – хвост ласточки, чьи волосы – допят, чьи ресницы – каемка крапивы конца августа, чьи глаза – терн в молоке, чьи губы – неспелый арбуз, чья походка – гусь плывет по воде, чьи ладони – крымская вата, чье тело – пена молока, чье имя часто упоминают на пиршествах. Мы величаем тебя сегодня, девушка, которую привезли в наш род, чтобы нарожала достойных рыцарей, чтобы ласковой была со свекровью, чтобы обходительной была со свекровью. Да дарует Бог ей мудрость, чтобы хорошей хозяйкой была, чтобы любили к ней в гости приходить, чтобы счастливой ногой она ступила в наш род. Открой глаза и ступай к нам». При последних словах благопожелания обращения выносили овечью шкуру и расстилали перед невестой шерстью вверх. Неимоверное количество шерстинок олицетворяло собой многодетность. Невеста, которую бережно поддерживали молодые женщины, торжественно ступал на шкуру. По существу это считался первым ее шагом в рот жениха, и все следили за тем, чтобы она сперва ступила правой ногой. Все правое адыги считали счастливым. Вслед за этим к невесте, стоящей на шкуре, выходила женщина, обращавшаяся к ней с благопожеланием. Начинался обряд урцах – обмазывание губ невестой смесью меда и топленого масла. Полагали, что после этого невеста будет изрекать только сладкие слова, и она станет красноречивой. По избежанию шуточных издевательств, она не могла облизнуться. Ее губы бережно вытирались стоящими рядом молодыми женщинами, но даже при этом распорядитель свадьбы не упускал возможности разразиться тирадой. Нет, вы видели? Вы это видели? Какой острый язычок она высунула? Это не язык, это жало. Горе, горе тому роду, куда она пришла. Я вам не завидую. Как только невеста делала первый шаг, дети буквально вырывали из-под ее ног шкуру и уносили. Впоследствии шел нешуточный торг по ее выкупу и возвращению. Считалось плохой приметой, если свадебная шкура покинет пределы подворья. Когда знакомство с невестой заканчивалось, снова дружно запевали обрядовую песню и ее уводили в предназначенные ей покои. Впоследствии шел нешуточный торг по ее выкупу и уничтожный торг по ее выкупу и уничтожный торг по ее выкупу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Играет музыка Когда заканчивался обряд привода невесты, приступали к другому обряду – шоуэйшиш – возвращение жениха. Он в последнее время находился в бегах, прятался у дальних родственников или друзей от старших мужчин и домочадцев. Старшие мужчины во главе с Тамадой, которому предстояло обратиться к жениху со словами примирения, чинно восседали, ожидая процессию с женихом. Под песню «Величание жениха» молодые люди приближались к старшим и, остановившись подаль, вслушивались в их слова призыва вернуться. Разыгрывалась целая сценка. АПЛОДИСМЕНТЫ Тамада, уважаемый, за общим гвалтом не слышно. Вы что, кого-то зовете? Железно-окий юноша, по чьей поступью прогибается земля. Тот, кому я намерен предложить чашу примирения. Возвращайся, мы ждем тебя. Добро пожаловать, мы зовем тебя. Кто ищет тебя, не находит, не поймем, чем ты занят. Мы хотим взглянуть на тебя. Прими нашу чашу примирения. Вы что, кого-то зовете? Вот это да. Вы заставляете меня дважды повторять. Мы ищем того, в чей адрес уже несколько дней звучат благопожелания. АПЛОДИСМЕНТЫ Распорядитель специально выводит вперед юношу, который по комплекции никак не походит на жениха. Вот же он. Какие же вы несообразительные. Юноша, которого мы ищем, выглядит совсем по-иному. Когда он стоит под его лодыжкой, пробегает мышь. Когда он уложится на бок, под его талией проходит кот. Вы только внимательно вглядитесь в нас. Мы же все такие. Какие же вы непонятливые. Горе нам, воспитавшим таких юношей. Мы же ищем сына Цепиновых, который прячется от нас в последние дни. Юноши, сегодня я совсем не узнаю вас. Что с вами? Мы же ищем Идара Цепинова. Его отец Аслан. Аслана отец Амирби. Амирби отец Мажид. Мажид сын Эльмирзы. Эльмирзы отец Тлимаха. Тлимаха сын Хашамаха. Все это вы в состоянии уяснить? Вот теперь все понятно. Вы бы сразу так сказали. Голова медведя здесь под рукой, а вы до сих пор заставляете нас искать его след. Но посмотрите, как много нас здесь, молодых людей, и как мало угощения вы приготовили для нас. Добавьте нам еще. Нет, видит Всевышний. Я не хотел сегодня в радостный день сменить милость на гнев. Я вынужден перевернуть свою шубу. Негодные мальчишки, вы привезли нам растрепанную девчушку с лысым надбровьем и яркими губами, а ведете себя так, как будто отправились за Волгу и пригнали оттуда табун коней. Самое большее, на что вы можете рассчитывать, вот вам ребрышко от имени Амыша, бога скота, и вот вам кусочек пасты от имени Тхагаледжа, бога плодородия. Уважаемый Тамада, мы молоды, неопытны. Пожалуйста, не теряйте веру в нас. Мы просим прощения. То-то же. Теперь, когда вы, наконец, успокоились, я продолжу. Наш юноша, мы благословляем твои корни. Приумножай добро своего отца, чтобы проса твое произрастало густо, чтобы скот твой быстро плодился, да дарует тебе Бог. Нескончаемое счастье и длинную, предлинную жизнь тебе. И до тех пор, пока на этой земле будут пребывать семья огня и семья воды, да благоденствует наш народ. Юноша, подойди к нам и омочи концы своих червонных усов этой медовой махсиной. Затем жених принимает из рук старших большую тарелку с едой и передает ее стоящему слева дружку. Здесь молодые люди накидываются на жениха. Шуточное обрядовое избиение в последний раз перед семейной жизнью. Под прикрытием дружков жених спешит покинуть двор. Любая свадьба закруглялась адыгами, красивыми танцами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ